Всем привет, меня зовут Насагма, это мой визуальный преимущественно канал и я решила попробовать записывать свои видео в формате влога. Если я правильно понимаю, влог это когда мы записываем несколько кусочков видео в течение определенного времени и потом монтируем их в одно и выпускаем, то есть такое видео в режиме реального времени или нет. Ну в общем, сегодня вторник, я решила попробовать записывать таким образом. В течение недели я постараюсь, ну не знаю, не обещаю, что ежедневно буду это делать, но несколько раз за неделю я хочу записать вот такие кусочки, чтобы потом в воскресенье в панике не садиться и не записывать все одним видео и не монтировать его, забивая на все дела остальные. Так, значит я уже сказала, да, что сегодня вторник и вчера мы получили новое задание в рамках совместного проекта ликвидации от Анны Полозняк и задание на эту неделю звучит так, сиреневый туман, то есть мы должны вязать из сиреневого или фиолетового цвета. Это самое сложное для меня задание, потому что сиреневый цвет я в принципе, ну как бы прохладно к нему отношусь, не очень я его люблю в одежде своей, поэтому себе что-то вязать из сиреневого я как-то вот сейчас не хочу, вязать Яну что-то сиреневое, мне кажется, будет тоже как-то не очень. Конечно, сейчас такая эпоха, что люди носят одежду унисекс, то есть и девочки, и мальчики могут носить розовый, сиреневый, фиолетовый, синий, ну любые цвета, да, это раньше было, что девочки только розовый, мальчик только синий и голубой. Сейчас это как-то все перемешалось, ну вот я не знаю, я не могу представить Яну в сиреневых штанишках или в сиреневой кофточке. У меня есть из детской пряжи, вот такая пряжа, которую мне прислала Эльвира, она идеально подходит для детских вещей. Это картопу базак, 30 процентов шерсти, 70 процентов акрилы. Вот здесь целых пять мотков, 500 граммов. Она такая сиренево-фиолетовая, очень красивая пряжа, очень красивый цвет. Я вот не знаю, думаю, может быть мне себе начать жилетку вязать. У меня есть описание жилета от Хелен Яковлевой. Я купила его в начале зимы, в начале января на распродаже. Мне он очень нравится, и там он как раз-таки нежно-сиреневого цвета. Но я бы к этой пряже подмотала бы еще ниточку какого-нибудь белого или более бледно-сиреневого цвета, чтобы этот цвет был не таким интенсивным, а был более, как это слово называется, более пастельным. Либо очень сильно скомбинировать этот цвет с каким-нибудь серым и связать все-таки яму штанишки. Не знаю, еще думаю на эту тему. И у меня есть вот такая сиреневая пряжа, которую я использовала в носки в сочетании вот с этой пряжей. Это я не знаю, что за пряжа, как она называется. Она у меня давно лежит, а это Аделия носочная пряжа. Но я уже такие носки вязала. И мне как-то не очень хочется начинать вязать вторые такие же носки. Ну прям вообще не хочется. Но видимо, если я не решу связать что-нибудь из той пряжи, мне придется из этой вязать. Так, что у меня сейчас в процессах? Давайте я вам покажу. Я продолжаю вязать худи для Яна. И сейчас он у меня в таком виде. Я как-то его немножко подзабросила. Начала вывязывать трактора, тракторы и подзабросила. Подзабросила. Но сегодня продолжим. Подзабросила, потому что нашла наконец-то вариант пряжи для вязания батины кофты. Тоже по описанию Хелен Яковлевой. И начала ее вязать. И сейчас она у меня... Я начала вязать спинку. Сейчас она у меня выглядит вот так. Правильно будет показать. Не так, а... Вот так вот. Вот так. В общем, вот такого меланжевого, бежевого, коричневого оттенка она у меня будет. Я вообще изначально этот оттенок скомпоновала, связала образец, хотела предложить маме для жилета. Она сказала, что это за бабушкин цвет. Я подумала, что мне очень нравится бабушкин цвет такой. И особенно название батины кофты, мне кажется, прямо идеально. Они друг к другу подходят. И к тому же я постирала этот образец. Это не образец, а образец я стирала. И в результате стирки вот эта бобинная пряжа, которую я подматываю к основной, она очень хорошо раскрылась. И полотно стало очень мягкое. Мне прям так очень нравится. Я так хорошо выражаюсь. Очень-очень. Я уже рассказывала в прошлом видео про вот эту пряжу, которую я использую для подмота. Для подмота к этому основному цвету. И вот так вот вяжу в две ниточки. Вязать интересно. Описание очень подробное и максимально простое. Мне кажется, это прямо для самых новичков даже оно подойдет. Там много-много-много страниц. Что-то около 80. Там расписан прям каждый ряд. И знаете, я хочу... У меня сегодня пришла гениальная идея в голову. Я хочу вывязать что-нибудь на спинке интарсии. И это что-нибудь... Я уже даже придумала, что я буду вывязывать. Это будет такой национальный мотив. И вывязывать я его хочу... Вообще хочу коричневым цветом. Вот у меня есть такой вот коричневый цвет. Из пряжи той же серии. Советской пряжи. Но, к сожалению, у меня его очень мало. Вот он вот... Вот... Буквально, не знаю, грамм 30, наверное, мне не хватит. Поэтому я думаю заменить этот коричневый. Ну, у меня есть, конечно, коричневые другие цвета других фирм-производителей. Но мне кажется, что лучше использовать все-таки пряжу одного производства, чтобы она потом в процессе носки или в процессе стирки не косила и не деформировалась как-то по-разному. Поэтому я думаю добавить вот такой цвет. Это цвет бордовый. Он вот на видео чуть-чуть ярче, чем он на самом деле. Мне кажется, что он будет сочетаться с этим цветом. А может, не будет. В общем, я еще думаю. И есть у меня еще цвет в заначке. Вот такой же цвет. Ну, пряжа вот такая, а цвет такой. Может быть, я его использую. В общем, я еще не решила. Но узор для интарсии я уже нашла. И прям мне не терпится начать его вывязывать. Я уже составила схему. Сейчас буду рассчитывать соотношение сторон, как-то петель, количество петель, чтобы его вписать в спинку изделия. И буду вывязывать. Но, наверное, буду вывязывать, когда закончу вязать худи. Иначе худи никогда не дождется. Вот такие вот дела у меня на сегодняшний день. Янчик у меня сейчас спит. И я вот решила подключиться и рассказать, что я сейчас делаю, что я сейчас вяжу. Придение я пока отложила, потому что... Потому что вяжу. Потому что мне пока не надоело вязать. Вот. На сегодня это все. Довольно плотненький такой шнур получается. Хороший. И очень быстро, быстрее, чем руками вязать это все дело. Наверное, в три-четыре раза быстрее. Всем привет. Сегодня воскресенье. И я записываю заключительное видео этой недели. Как вы поняли, мой эксперимент по созданию влога не очень удался. Потому что я записала всего лишь два дня из семи. Но это была первая попытка. И я думаю, что в будущем я буду чаще записывать. Это просто, чтобы сесть или встать, записать видео, нужно выделить специально для этого время. Как-то все подготовить, собраться, сесть, поставить вот этот штатив, прицепить к нему телефон, уложить ребенка. В общем, это достаточно время затратное мероприятие. Ну, попробую. Посмотрим, как будет. Как вы уже видели в ролике, я приобрела себе классного помощничка. Это вот такой вот шнуроплет от фирмы Прим. Да? Прим, вроде бы. По-моему. Ну, в общем, вот. Такая коробочка. Я заказывала его на Озоне. Это очень классная вещь. Очень хорошо экономит время. Допустим, чтобы связать шнурок, мне раньше требовался примерно час. Ну, такой шнурок, чтобы вставить в детское изделие. Вот эта штука плетет шнурок за 10 минут. Вставляешь ниточку, крутишь ручку, и шнурок вот отсюда выходит быстро. Ну, прям какое-то волшебство. В общем, я очень довольна такой покупочкой. Теперь мне не нужно тратить время на вязание шнурочков. Но единственный нюанс, что она не будет вязать какую-то буклированную фантазийную пряжу, либо пушистую пряжу. Ей нужна именно такая более-менее гладкая пряжа. Но шнурки получаются очень хорошие. И шнурочки-то я плела для худи, которую я довязала. Единственное, я его постирала вчера, но еще пока что не заправила кончики, не отпаривала. Вот такое вот изделие у меня получилось. Это примерно на 3 года размер. Я ориентировалась по размерной сетке 3 лет. 98-104. Мне очень нравится, что получилось. Это такое мягкое-мягкое изделие. Вот эта пряжа, это меринос 50-50 акрил. Вот эта вот синенькая, это махер с шерстью смешанный. Черненькая тоже. Классная вещь. Мне нравится это сочетание цветов. Красный-синий, мне кажется, для мальчика это прям идеально. Вот эти тракторы у меня получились все-таки веселенькие, едущие. Не знаю, почему я трактор. У меня почему-то в голове вертится синий трактор. Это какой-то мультик, кажется. Я слышала песенку про синий трактор. В общем, я решила, что синий сюда очень хорошо впишется. Плюс в этой красной пряже есть синие крапинки. Это такая тридовая, под трид сделанная пряжа. В ней есть синие-желтые крапинки. И я решила, что вот синий трактор будет как раз в тему. Сделала вот здесь вот. Давайте я расскажу о том, как я его вязала. Расчеты я делала самостоятельно. Вязала обычным регланом сверху. Вывязывала также небольшой росток здесь на шесть рядов. Начинала все вязание с горловины. Вяжется сначала вот этот подгиб. То есть просто лицевая гладь идет. Затем она подгибается вовнутрь. Для того, чтобы потом можно было вставить кулиску. И вяжется некоторое количество рядов просто по прямой. И затем начинается росток. От ростка дальше потом идет реглан. То есть реглан включает в себя росток. Реглан, реглан, реглан. Вот сюда я вставила небольшой жаккард. Мне захотелось разнообразить как-то и рукава в том числе. Дальше на подрез я набирала совсем немножко. Всего четыре петли. Подрез получился хорошо. Без дырочек. Дальше я вязала просто вниз по прямой. Вывязала жаккардом тракторы. И подгиб низа тоже решила делать не резинкой, а кулиской. И хотелось мне таким образом оформить. Я хотела и рукава сделать тоже подгиб. Но потом решила, что детскую одежду мы часто же надеваем не прям размер в размер. А начинаем ее носить заранее, когда она еще чуть-чуть большая. И рукава подворачиваем. Если будет просто подгиб внизу, то возможно подвернутые рукава будут раскатываться. Это будет не очень удобно в носке. Поэтому я сделала маленькую такую резиночку. Буквально тут четыре ряда, кажется. Сделала маленькую резиночку, чтобы она чуть-чуть стягивала. И не давала рукавам сползать вниз. Их можно было подвернуть. Вот такое изделие замечательное у меня получилось. Теперь он будет лежать. Не знаю, сколько времени ему удастся полежать. Пока ян до него дорастет. Мне кажется, что возможно даже осенью он вполне в него впишется. В год с небольшим. Ну посмотрим. Не знаю. Но ян у нас так-то большой для своего возраста. Обгоняет по всем параметрам. Месяц на два-три вперед. На три-четыре даже, наверное. Вот такое изделие. Что по жаккарду? Вот эти тракторы я нашла схему в интернете. И, наверное, я напишу более подробно, как я вязала эту худи на канале Яндекс.Дзен. Потому что там удобно писать статьи или посты. И приложу туда вот эту схему тракторов. Я думаю, что я на этой неделе это сделаю. И можно будет там посмотреть, если вас заинтересует вот эта схема для детских вещей. Жаккард вязался легко, увлекательный. Ну, как обычный жаккард вяжется легко. В смысле быстро. Единственное, что когда вот три цвета идет в одной руке, это уже немножко замедляет процесс, напрягает слегка. Потому что надо три нитки как-то чередовать, чтобы они ложились без протяжек. С изнаночной стороны у меня получился вот так вот. Есть длинноватые протяжки, как вы видите. Я попробовала сделать и длинные, и попробовала сделать коротенькие, совсем на одну петлю. И все-таки я решила, что протяжки должны быть не больше трех петель. Потому что иначе это получается слишком... Мне не нравится, некрасиво. И еще такой нюанс, что когда я вязала жаккард, я переходила на спицы на полразмера больше. И очень рада, что сделала это. Потому что в таком варианте у меня полотно идет ровно. Не стягивается. Если бы я вязала на тех же спицах, у меня бы стягивало. Вот так что, кого интересует более подробное описание этого худи, я размещу его в течение недели в Яндекс.Дзене, как я сказала, уже со схемой. Можете там посмотреть. Вот они, шнурочки. Кстати, вот эта синяя пряжа, это чисто шерсть с махером. И она немножко скатывается после стирки, в машинке немножко сваливается. И вот у меня шнурочки уже даже в них практически... Я один раз постирала на 30 градусах, и в них практически не видно уже петель. Как научи себя говорить петель, а не петель. Петель. Вот. Ну, еще не заправила вот эти кончики. Здесь, с другой стороны, есть небольшое количество кончиков. Это я сегодня доведу до ума. Кое-где кое-что подтяну и положу на хранение для того, чтобы оно дожидалось целого часа. Еще один нюанс. Вот видите, начинала завязать жаккарту здесь вот. И видно, что здесь идет стык рядов. Я думаю, что я здесь прошью немножко синеньким еще иголкой. Ну, вообще, на будущее я решила для себя начало жаккарта куда-нибудь выводить совсем в бок, чтобы не было видно вот этого начала ряда. А, вот такое замечательное изделие. Я прям собой горжусь. Так. Почему-то я начала не с того конца, да? Я же должна была начать с того, что по проекту я вязала. У нас совместный проект в квитации. Еще раз скажу. Организатор Анна Полозняк. И ссылки на всех участников этого проекта есть внизу в видео. На этой неделе нам нужно было вязать, я уже говорила об этом, из лилового и фиолетового. Я долго-долго думала, что бы мне такое связать. И, честно говоря, начала вязать из этого цвета я только в пятницу. Потому что я все сомневалась, ходила, взвешивала. Мне не хотелось начинать очередные носки. Но все-таки я начала очередные носки. Потому что это такая вещь, которая, в принципе, свяжется быстро, израсходуются остатки и носиться будет в любом случае. Просто мне не очень хотелось вязать из этого цвета, из этого сочетания цветов, потому что я уже до этого вязала такие носки. Но я решила изменить структуру носка, узор и пойти вязать ложным жаккардом. Я никогда раньше не вязала ложный жаккард. Мне было интересно попробовать. Я нашла самую простую схему и начала вязать носок. Вот в такой стадии он у меня находится. Вот, посмотрите, пожалуйста. Я связала резинку обычную. А затем я пошла вязать вот этот ложный жаккард. Очень легкий узор оказался. И очень увлекательный для вязания. Мне понравилось вязать его. Он хорошо уплотняет полотно, так же, как и обычный жаккард. И мне нравится, что на обратной стороне вообще нет протяжек. Ну, потому что это ложный жаккард. Он образуется благодаря снятию петель. Вывязала вот здесь пятку этим же ложным жаккардом. Кстати, этот узор хорошо подходит для укрепленной пятки. Потому что вяжется тоже со снятыми петлями. Очень удобно. Просто продолжила его дальше вязать. Но дальше я пошла вязать уже одним цветом. Потому что я не совсем сообразила, как мне сделать переход после вывязывания пятки. Для того, чтобы продолжить вязать это все дело ложным жаккардом. И мне некогда было думать об этом. Поэтому я решила продолжить просто обычной гладью. И далее, поскольку у меня белой нитки не так много, чтобы не хватило на второй носок, я решила продолжить хеликсом. То есть у меня в одном носке сочетается и ложный жаккард, и хеликс. Необычно получается. Посмотрим в итоге, что выйдет. Как это будет выглядеть. Возможно, я на этом белом фоне сделаю какую-то вышивку, чтобы было более логично. И потихонечку буду вязать эти носки. Я думаю, что на следующей неделе я их довяжу, чтобы не оставлять себе хвосты в совместном проекте. Довяжу и все. Потом буду продолжать свои другие проекты. Или возьму за новые. Вот это пряжа Аделия насочная. Не помню, как называется. А вот эта пряжа у меня давно лежит. Я не знаю, что это за пряжа. Но здесь большая часть шерсти. Мне кажется, это тоже какая-то насочная пряжа. Потому что она очень крепкая на разрыв. И в то же время шерстяная. Она немножко подваливается, когда ее в машинке стираешь на 40 градусов уже. Так, вот это что касается вязания по проекту. Также я, как вы поняли, на этой неделе начала наконец-то вязать батю на кофту. И провязана у меня на сегодняшний день достаточно много уже. много, с учетом того, что эта кофта вяжется долго, потому что спицы 3,5. Петель много, а версайт большой. Вот такая вот кофта у меня сейчас я вяжу. Начала вязать перед. Вяжу пока до подрезов. То есть это должно быть... Должно быть потом вот так вот как-то. Как-то вот так. И соединяться внизу в круговое вязание уже. Я не отказалась от своей идеи сделать вышивку на этом изделии. И я, кстати, нашла коричневую пряжу, которой у меня было мало. Я нашла еще 100 граммов. У меня, оказывается, есть еще моток. Не моток, а пасмы. Вязать очень легко. Нужно просто считать ряды, следовать указаниям, которые максимально подробные. Мне кажется, с этим вязанием справится даже самый-самый новичок. И давайте я еще отвечу на вопрос по поводу платных описаний. Приемлю ли я для себя вязать из платных описаний? Покупаю ли их я? Ну, как вы понимаете, я их покупаю, потому что батя на кофте – это платные описания. Но не так часто я их приобретаю. То есть мне вещь должна очень-очень сильно понравиться, чтобы я купила какое-то платное описание. Вообще я хочу вязать сама из головы, но иногда мне лень думать, делать расчеты. Вот, допустим, на детское изделие, на худи я сделала расчеты, сама придумала все. Ну, потому что это детское изделие, оно маленькое, как бы там вот перевязывать не придется и рассчитывать не так много. А вот взрослые изделия рассчитывать – это уже сложнее для меня. И я ленюсь, честно говоря, выделить время, потому что для меня сейчас вязание – это такой отдыхательный процесс. И мне во время вязания не очень всегда хочется напрягать мозг и думать о том, какой сделать расчет для того, чтобы изделие село максимально хорошо. Но все больше и больше я склоняюсь в сторону того, что я все-таки буду делать такие расчеты и не буду вязать по описанию, точнее, буду вязать все меньше по описанию. На самом деле я и так мало вяжу по платным описаниям. Я вот купила описание в этом году два, только батину кофту и жилет. И то, потому что они, по-моему, совместно шли в одном лоте. В прошлом году я покупала описание шапки, двух шапок с аранами. И я покупаю описание, если я знаю точно, что я буду его вязать. Поэтому я считаю, что в этом ничего зазорного нету, в том, чтобы покупать платное описание, если вам не хочется думать над тем, как это связать. И на этом данное видео я хочу закончить. Очень интересно, как всегда, что будет на следующей неделе у нас в совместном проекте. Вроде как цвета уже все закончились, мы вязали из всего. Ну, посмотрим. Это будет последняя неделя. Я уже мысленно в голове подвела итоги. И думаю, что мои итоги успешны. Меня сейчас немножко волнует то, как мне посчитать все мои связанные изделия. То есть посчитать метраж, граммы, потому что я ничего не записывала. Точнее, что-то записывала в самом начале, но дальше я уже не записывала. Мне нужно будет все это перебирать, смотреть, считать как-то. Ну, в общем, посмотрим. Также во время этой недели я в один из вечеров записала такой небольшой отрывочек со своими мыслями по поводу информационной гигиены, по поводу важности, необходимости анализа всего лет, всего, чего приходит к нам в голову, всего, что мы получаем извне. Поэтому, если вам интересно, можете дальше послушать. Дальше этот отрывочек будет. А тем, кто не желает слушать нудные монологи по поводу развития разума, я прощаюсь с вами. И до новых встреч. Увидимся на следующей неделе. Всем привет. Я тут привязываю худи, нижнюю часть. И пока вяжу, решила поразмышлять, поделиться своими мыслями, накопившимися за последние несколько дней, не дней, даже недель. В последнее время я много думаю по поводу информационной гигиены. Наверное, слышали такое понятие. Информационная гигиена – это такая штука, которая позволяет нам фильтровать информацию. Это привычка, которую мы сами себе формируем. Пускать в голову одну информацию и пропускать мимо ушей другую информацию. Мимо ушей, мимо других органов чувств, мимо зрения. Мне кажется, на сегодняшний день эта привычка необходима всем и каждому. Потому что наш информационный век, который так бурно развивается, нужно беречь немножко свою психику, поскольку у нас информация сейчас в очень доступном варианте, режиме. Льется со всех сторон. Всякая разная информация. И соцсети не устают нам подкидывать разные варианты. Стоит нам только подержать свое внимание на каком-то ролике, например, в Ютьюбе, как нам алгоритмы Ютьюба сразу же начинают подкидывать новые и новые аналогичные ролики аналогичного содержания. Здесь нужно быть очень бдительным, чтобы не залить мучу на информацию, которая нам совершенно, по сути, не нужна. И не начать сливать в эту сторону свою энергию. А по сути, для этого информацию-то и выпускают различные блогеры, различные фирмы, ну и вообще, кто делает контент для того, чтобы забрать нашу энергию, чтобы мы внимание свое направляли именно на то, что они впускают. То есть сейчас такой век информационный, век борьбы за наше внимание. А все мы, наверное, слышали, да, что куда наше внимание направляется, туда утекает и наша энергия. То есть, смотря какой-нибудь ролик на Ютьюбе, мы тратим на это не только свою энергию, не только свое время, да, но и свои жизненные силы. Потому что мы начинаем думать об этом, начинаем этому как-то сопереживать, включаться в это дело. И вот для того, чтобы не вот эти вот ролики и произведящие их люди управляли нашим вниманием и нашей энергией, а чтобы мы сами могли это делать, нам нужно всегда-всегда четко за собой следить, анализировать, что мы смотрим, когда мы смотрим, а смотрим ли мы на это, потому что мы действительно хотим это смотреть и потому что нам это нужно, нужно это соответствовать нашим целям. Либо мы смотрим это, потому что у нас просто наш разум зацепился за это и как ослик за морковкой пошел смотреть-смотреть все подряд, все, что ему предлагают, все, что ему скармливают. И вот я к чему это говорю? У меня это еще вот эта тема информационной гигиены переплетается также с темами джинана-йоги и темой книги, которую я вот буквально сегодня закончила слушать. Книга Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Ну, немного скажу, что такое джинана-йога. Это йога, которая призывает нас работать со своим разумом, анализировать все, что... Ну, как раз-таки вот эту информацию, все, что мы думаем, все свои мысли анализировать, отслеживать их и избавляться от ненужных мыслей, избавляться от иллюзий, так скажем, в которой мы пребываем чаще всего. Так, у меня Ян там запрестел. Пойду, наверное, его сейчас усыплю и продолжу. Так, человек уложен дальше спать. Значит, на чем я становилась? На том, что есть такая йога, как джинана-йога, и она призывает нас избавляться от иллюзий, которые мы зачастую окружены. И в конечном итоге привести нас должна она к познанию реальности. Реальности, такая, какая она есть, без вот этой самой иллюзии. Ну, и для этого существуют там различные практики, в основном по работе с нашим разумом. Ну, я к тому, что это йога в том числе, основной из инструментов, из методов этой йоги, это метод анализа. То есть, она призывает нас анализировать все-все-все, что попадает к нам в голову. Все мысли, мысли, которые кишат в нашей голове. И тут у меня сел микрофон. И я продолжу с того места, на котором остановилась до того, как он сел. Думаю, может быть, звук немножко другой. Надеюсь, что запишется вообще. Значит, Джина на йоги предлагает нам, призывает нас анализировать все наши мысли, не только мысли, но и поступки, причины, по которым мы делаем так или иначе. В общем, короче говоря, призывает нас к осознанности, к тому, чтобы мы не делали что-то автоматически, а делали это осознавая, что мы делаем, или думали что-то, понимая, что мы это думаем, да, что это не мысли, паразиты, и что мы не сливаем энергию на какие-то ненужные мысли. Так, и два дня назад я тут закончила слушать книгу Джорджа Орелла ой, в смысле, я сегодня, нет, я вчера закончила слушать, начала пару дней назад книгу Джорджа Орелла «Скотный двор». Он написал ее в 1945 году, в 1945 году, под влиянием видимо, под влиянием впечатлений от революции, которые происходили в то время. И сюжетом такой было поместье, барское поместье, на котором жил скот, ну, скот домашний, куры, гуси, свиньи, овцы, кони и так далее. И имя управлял человек, животным не нравилось, как он им управлял, он их периодически там бил, недокармливал, но как-то все равно за ними ухаживал, следил, чтобы они не померли с голоду, ну, эксплуатировал их, конечно же, в хозяйстве. и вот они под влиянием одного из своих животных, предводителей, решили устроить восстание. Устроили восстание, заполучили себе свободу, изгнали человека из поместья, ну, и стали сами как бы собой управлять. И первые принципы, которые они провозгласили, они там создали свой свод законов, правил. Ну, изначально этот свод был направлен на свободу от человека, равенство всех животных, процветание и так далее. На принципах свободы, в общем, все было основано по свободе и равенству. Ну, в итоге, постепенно это превратилось в то, что самые хитрые, умные животных в итоге взяли власть, над всеми остальными, ну, такими обманными путями, не то, что обманными, а я бы назвала это пропагандистскими путями, воздействием на сознание, постепенным, постепенным воздействием на сознание, на разум других животных. Они взяли власть и пришли по сути к тому же, с чего и начинали. То есть, те, кто были у власти, пользовались ею, какие-то себе привилегии заполучили, те, кто остались не у власти, не у дел, самые тупые животные, ну, просто продолжили эксплуатироваться, их продолжили эксплуатировать. И они жили в неблагоприятных условиях, ну, то есть, они так же недоедали, так же много работали, как и раньше. по сути, для них ничего не изменилось. Может быть, даже стало еще хуже. И в этом произведении описывались методы, которые использовали свиньи, которые взяли власть, для того, чтобы заполучить эту власть. И это были такие методы, которые мы сейчас в принципе видим вокруг. Методы пропаганды, методы воздействия на сознание людей, когда манипулируют фактами, пытаются выдать черное за белое. Не сразу же, а постепенно, постепенно внедряют в сознание людей, что вот так правильно, а того, что было до этого, никогда не было. Изменением изначальных правил, постепенным изменением, ну и вот на когда разум так постепенно постепенно воздействует нерезким способом, он как бы не замечает перемен и постепенно принимает все эти изменения, но в конечном итоге, когда облядывается назад, он может увидеть, что вот эти перемены постепенные они в итоге привели к кардинальному изменению. Но они сами позволили это сделать тем, что не анализировали те методы, которые применяются в отношении них, не включали разум, не думали над этим, что им преподносят. Ну вот, и подытожу, к чему я все это говорю. Как-то у меня вот эти три вещи, информационная гигиена, скотный двор и джинана-йога сложились вот такие вот размышления. Я сделала для себя определенные выводы о том, что необходимо очень четко отслеживать, что ты думаешь, куда ты смотришь, на что направляешь свое внимание и почему ты поступаешь так или иначе, так, а не иначе. То есть постоянно, постоянный анализ должен присутствовать в жизни, чтобы понимать, чтобы не кто-то управлял нашей жизнью со стороны и нашим вниманием, а чтобы мы сами могли это делать и понимать, почему мы поступаем как-то, думаем что-то, то есть чтобы мы контролировали свою жизнь. Это, конечно, очень сложно, сложно помнить об этом постоянно, но хотя бы стремиться к этому можно. почему еще важна информационная гигиена, потому что когда наше внимание рассеивается на множество разных источников информации, разной вообще информации, мы утрачиваем способность концентрации внимания, но если мы не концентрируем внимание на чем-то, то мы не можем это проанализировать. Например, недавно разговаривала с мамой, как-то зашла речь как раз-таки про информационную гигиену, она учитель физики и говорит, что в последнее время дети вообще не умеют сосредотачиваться, у них отсутствует навык концентрации, то есть они привыкли, что информация льется со всех сторон, нет необходимости ее запоминать, можно всегда что тебе нужно найти в интернете, готовые решения можно найти в интернете и соответственно они ничего не анализируют, не думают, не осмысляют необходимую информацию по предметам и ничего не запоминают. А в таких вот точных науках, как математика, физика, необходимо включение разума. Тут без работы, без усидчивости, без какого-то преодоления себя вообще не обойдешься. и современные дети мало таких детей, которые на это способны. А все происходит почему? Потому что внимание наше рассеивается и информация поступает в нашу голову постоянно и беспрерывно. Но мы ее не анализируем. То есть вот мы весь день проводим с телефоном, весь день получаем какую-то информацию, получаем и не обрабатываем. И ложимся спать, ложим телефон, потом просыпаемся, опять хватаем телефон. А вот нет такого времени, когда бы мы находились один на один с собой наедине, просто посидели или погуляли и подумали. То есть перестали получать эту информацию, создали такой вакуум в голове. Именно вот в этот момент начинается обработка всей поступившей информации. А таких периодов очень мало, и поэтому информация откладывается, возможно откладывается куда-то, возможно просто вылетает из головы и не анализируется. Вот еще поэтому важно анализировать все, что поступает в голову. В общем, вот такие вот у меня размышления на сегодня. Надеюсь, что это было не слишком нудно. Я тут как раз довязала худи до конца. Все-таки решила сделать подгиб внизу не резинку, а сделать подгиб с кулиской. И сейчас вот подогну и прикитлю и все это дело и спокойненько перейду на рукава. Спасибо за внимание. На этом мы монолог окончили. оттенки. Спасибо. Продолжение следует...